Спасибо. Все, отлично. Живи. Так, а у Израиля не живет. Значит, надо гибель идти. Что-то не поднимается у Зиферки Булгенчик, ой, Квечовский. Ну, а, там вообще даже TeamView что-то повис. Тут-то хоть TeamView не повис, что? Ну, здесь работаем. Отключение первого, на каком-то включении. Отключение там. Ладно, последний раз подключаюсь к Мизраилю. И если еще раз сбросится, то уже тогда я не буду. А можно попробовать кому-нибудь другому. Если Мизраиль сольет, он однозначно все славит на меня. Спасибо. 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 И в итоге так вот получилось. Ну, потащу. Я думаю, придет еще и мое время потащить СНГ. Зато, если бы я сейчас сидел, тащил, никто бы для вас не устроил такие замечательные стримы. Гусябль подошел, поржал и свалил куда-то. Хрен бы он тут с вами сидел. Он только говнюк может наливать и гусей запускать. Не хочет запускаться. О! Лил. А написано, рестрим на twitch.ponshow. А на самом деле нет. Что-то непонятно. Третья шестер. Третья шестер был первый день. Перевышим его. Ничего не скажу волка, которой уже немысливое количество лет. Нихитарбайтен twitch. Нихитарбайтен twitch. О! Пошел, дорогой, пошел. Блин, лол. На две секунды пошел и опять улетел. А что за бедятина? Ты прав, у тебя непростая задача попивать и трещать с нами без продыха. Тащи рейди. Ох, да. Действительно, самая сложная задача, пожалуй, из всех, что на данный момент. Если бы ты извини, что это не Милу. 1-1-6-20 минут таймер. Амилу очень собран. Ему не повезло в первом туре, как и мне. Оппоненту завезли просто ломовейший шоколад. Тси! Точно! Вот. Не вру. И мы с Амилуем отлетели в первом туре. Но Амилу во втором туре достался не самый сильный оппонент. А мне, к сожалению, вот так досталось. Дэвил на 1-1-6 ставил. Я думаю, мы, может быть, даже попросим Михаила сказать, как у него идет эта каточка. Потому что я за ней что-то как-то свяжу с полглаза. Даже вы, наверное, больше следите. Потому что я пытаюсь еще отвлечься на второй стрим как-то. На котором ретрансляция то идет, то не идет. Ну, твоя трансляция что-то на goodgame идет, но твич еще обрывается. Что-то как-то после падения интернета. Ну, ладно. Что у тебя там? Расскажи. А я еще вижу и Крэга, и Целька. Ну, Крэг, он там так, на крышей козер. Ну, у него есть зиме тактика. То есть, если чего, потом козер. Ну, да. Если лобу получит, то он в лейт как папашка будет хорошим. Ну, наверное, самая лучшая папашка новая. Самая лучшая папашка новая. Ну, да. Все. Ему дают все. Запомните дети. За то, что не работает твич, пара слов от Мизраэля по поводу его игры. Вы должны быть довольны. Ну, конечно, я думаю, просто... Был бы неплохо, если он себя чувствует нормой, мы бы послушали его комменты. Ну, комменты так, если он сейчас будет увынен, просто даже на ходу опания бы что-то продумал, это отвлекательно, и сейчас я не хочу, если встанет с места, то я попробую его позвать, сказать, чтобы он подошел. Продолжение следует... Думаю, что чем он занялся сейчас на седьмой день. Я не буду комментировать, потому что вы, наверное, и так видите больше, чем посмотрел я. Поэтому, думаю, сами сможете догадаться, что тут происходит. Как ты оценишь уровень Михаила? Крепная середня, которая может нагреть зазевавшуюся папашку или топчик, который ему просто не проперло. Если ты имеешь в виду этот турнир, то, рано еще говорить, попадание в призыве для любого папашки будет довольно неплохо. Милуй пошел на турник. Как вернется, может, попрошу его дать небольшой комментарий. Спасибо. 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 Блин, честно, я маус, я уже говорил не раз, что я сижу на два стрима и очень часто все отлетает, приходится передопускать, поправлять все и как-то следить за игрой особо не получается. Я понимаю, что о Милу вроде бы все хорошо, есть концы, есть ульи, есть нычка дьяволов, то дьяволы уже встали, в принципе, на второй неделе будет вполне быстрый выход или будет взятие топ на домашнем RSP. Ты потребил мизру? Да, он на гудгейме есть, а на твич не запускается ретрансляция на твич, ничего я не могу сделать. Она то запускается, то отлетает, я не знаю из-за чего. Ничего я не могу с этим сделать. Опять запустилась, на твич, но непонятно надолго. Поэтому советую смотреть на гудгейме. Виго! Виго, 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 виго. Не захотел, пикапер, сказать пару слов о рыбалочке. Миш! На пару слов? Или нет? Пошел делать себе кофе. После игры, видимо, даст пару слов. Тогда уже, наверное, будет не пара слов, а... Наверное, полностью расскажет о своей игре. Сейчас еще портится, сосредоточится. Рэдди, кто занесет турнир? Конечно, Лизард. Я болею за Лизарда. Но шанс есть у всех оставшихся винаров. А, про ХС... О, про ХС, конечно, я занесу, Клопик. Так, ну, ты еще сомневаешься. Как ты можешь сомневаться во мне? Приграя чемпионата, не так позорно, да? На самом деле, насколько я помню... Так, а на втором СНГ коммунисту... Так, там Алексу... А там, в Минск коммунисту... Я вот забыл, коммунист в Минск отлетел. Вроде бы халайду. Вот, на первом моем СНГ в Одессе я точно отлетел от победителя СНГ, от Алекса. На втором СНГ я в третьем туре отлетел от халайта. Насколько я правильно помню. О, и... Нет, стоп. Нет, 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 нет. Тогда занес СНГ стингер. А я отлетел... А я, вроде, даже от стингера отлетел. Вот не помню, кого отлетел тогда. Ну, у нас отлетел теперь... Ну, в общем, не важно. Я, если найду, то скажу, я уже что-то запамятовал. Так, я думал, что ты будешь проводить, как сам, да клопики, мне чуть-чуть заняться больше нечем, что ли, проводить. Почему «Стингер» и «Гомунглуз» не приехали на СНГ? «Гомунглуз» сомневался, не получилось у него, походу, приехать просто. «Стингер» завязал с героями пару месяцев назад, пока возвращаться не собирается. Говорит, шесть лет подряд приезжал на СНГ, один можно пропустить. Хотя, говорю, тоже очень хочу приехать, но не получается тоже никак. Спасибо. 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 Так, тут ходу «Милуй» у нас. Давайте я его прокомментирую вам. «Милуй» из армии там. «Дьявол», «Утки», «Шесть уток», «Три пита», «Демоны», «Бесы» и «Гоги». Так, этот «Милуй» сейчас собирается пробивать «Васик», чтобы чекнуть к концу. А вот еще одного «Дьявола» подвез, то есть один снычки уже взятый и один построенный. «Дьявол» ими сейчас «Изи» разберет «Васик». И будет чекать на концу. И, наверное, будет пробиваться в ГО, чтобы посмотреть, что за ГО. Он вроде, как писал у себя в АК-группе, что он все, что его интересует, выиграл и сейчас Папана играет. Ну, это его мнение, но у СНГ он не выигрывал, поэтому... Поэтому вот так. А то, что он считает, что он все выбил для себя, но это его полнейшее право. Какая грязь. «Васики» закаменели уток, но я думаю, тут «Васики» сейчас в любом случае отлетят. «Дьявол» Да, «Изи» без потерь. «Мевка» чекает к концу, и 1-2 спокойно забирается прямо сейчас. «Двушечка» изи, «Гризи» на разбор. Ряди, когда будет кто-нибудь рядом, например, «Безраиль» спаси, какому «Айва» дела. Да, «Двушка» конца с маслом, «Мефалой» с шестым дефом. Даже «ГС» тут не сильно разрешает. Я думаю, «Изи». «Лизард» на фотках есть. Да. А, вот уже сообщили. Ну, гротеск. Я думаю, «Скорпиона» скопируется с «Джавдетом» и остальной компанией, которая проживает в Крыме и той местности, и сделают как-нибудь СНГ у себя. Это было бы просто прекрасно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Потому что оттуда достаточно много геройщиков, и, может быть, когда-то мы поедем туда отдыхать на СНГ. Хотя вот на этом СНГ поступило предложение, что победитель СНГ делает СНГ у себя. Но пока это неоднозначно решили. Так что пока где стоит следующий СНГ, точно не пропускать не может. Я думаю, это будет решаться где-то ближе к осени. Будет несколько вариантов голосования, чтобы потом уже организаторы могли к зиме более-менее подготовиться и уже выложить все. Много ли народу поедет в Томск на следующий СНГ? Это вообще изи. Томск хоть далековато, но, я думаю, достаточно много человек поедет. Потому что у нас народ даже едет не на СНГ, а просто на чемпионат Сибири. Народ с Москвы, с Санкт-Петербурга доезжает. Так что в этом порой никаких проблем нет. СКД-Ялки, мы любим пирогов. Здравствуйте, с Компионом Российской Сибири. Видишь, с Компионом? Я же знал, что у вас там большая компания. Я думаю, как-нибудь скооперироваться, может, когда-нибудь будет СНГ в тех краях. Твич работает? Ой, у меня что, твич умер. У меня грики. Нет, бежи. Нет. Все, работает. Так, а у нас все время Мамилу взял консерву. Отдал чуть-чуть бесов, пара демонов. Вообще изи, как я и сказал. И, я так понимаю, Михало направляется в сторону ГО. То есть, он хочет скупиться, и... Он хочет скупиться, и... Что-то еще взять, я так понимаю. Вихало тупо будет ломать. Какое гадостное ГО! Ой-ой-ой! Какое гадкое ГО-то! Гиганты! Особенно, не дай бог, будет Грэжный стэк. Ладно, если без ГЭС, то еще жить можно, но, блин, это грязище полнейшее. Товарищ Хэллайт. Хэллайт стоит, Спарту Скайм обсуждает партию, я не понимаю, делиться, походу, не хочет информацией. Чекать надо, говорю, если надо, надо, я думаю, Милу будет этим заниматься. Чё, ты поймёшь? Угу. Да, мы обсуждаем по поводу СНГ, Крыму. Крыму? Мне кажется, это нереально. Ну, а кто будет организовывать? Там много народу. Народа много, организовываются. Ну, вовсе разве что там ничего делать. Ну, вовсе не такой, ну, долбай, что... Не, ну... Просто кто будет организовывать? Как-то есть, смотришь, человек, который этим займется. Ну, такого нет. Мне так почему-то кажется. И разве что там... Там есть медиум очень ответственный человек. Ну, я понимаю. То есть, я думаю, если низкая периода, что поменяли. Может, даже есть и не в следующем году, но... Ну, так сказать, провоз, да? Который будет... Понятно. Я питание разве что-нибудь в Калининграде? Ну, блин. Ну, шпалка в один. Не, смотри, тут... Тут они вчетвером ели... Чё делают? Ну, тут такие... Организаторы в говно, организация в говно. Такие организаторы... А представь, что будет в Калининграде. Я не знаю, чего это будет. Ну, ты этого включи. Алексей. ДД можно юзать вообще без силы. Берешь и юзаешь. Для ДД нужен свиток пятого... Гильдия пятого левела. Он не ходит. Он же напился шампанское, его можно юзать просто... Как угодно. А чё... А чё там... А чё там Милу шампанское, что ли, пьёт? Нет. Там шампанское как ЮБД. А-а-а... Милу, кросс, и Бития. Шампанское. Нормально так. Да. По известной поговорке. А Милу готовится ломать за Инфернадеона, а не на Вайне. На Вайне много? А чё за Током? А чё за Током? Не хотели? Они не хотели вроде как. Просто Амилу раньше начал. Нету. Но и не позже. Наверное, показывает, что у синего армии больше, а у башенки сильнейшие джины. Ну, значит, вы делаете не всё так хорошо. Ну, в любом случае, это только седьмой день. Может быть, он там построил, но не искупил до конца. Так. Хочешь сказать пару слов о своей игре? Нет? Ну и ладно. Мы на Вайне посмотрим. Вот такие у нас игроки. Подошёл в Fire2Sky, подумал и решил ничего не говорить. Ну, что это может быть? Ну, что это может быть? Ну, хотя бы это быстро. Дальше как можно? Знаешь, бесконечно можно делать три вещи. На огонь. Смотреть на огонь, смотреть на воду и троллить адмирала. Ты, наверное, сам себе надо троллить, да? Конечно. Сколько дайвилов выходит на 1 в 1? Ну, я так понимаю, что он сейчас ломает вторую дочку дьяволов. Это получается 3, плюс 2, 5, плюс 3, 8, получается где-то дьяволов. Можно ему завистить view. Так, ладно, а сейчас самим лу доходит. Я тогда сделаю небольшой перерывчик. Дойду посмотреть, как обстоят дела у Лизарда. Что же, мне интересна эта партия. Амстры красавчик тащи. Амстры красавчик тащи. Ну, тут уж я болею за Лизарда. Иваева, плюс. Ну, Ива, я Ива. Узнаю. Ох, Пандорочка, дракончик на 5 текста. Сойдет. Какой дракон красивый получается? Сейчас единичек нету. Непонятно, чем брать. Нечку дьявола. Ленивый зефир. Ты сейчас будешь жареный зефир. А версия турнинг где скачать можно, я понимаю, уже не ВТ, а что-то поновее. Да, ВТ уже перестали играть, потому что была версия заброшена самими разработчиками, хотя версия была очень перспективная. Это версия, называется, ну, обычный СОД, Дыхание и Смерть, плюс HD-мод. У меня все ссылки под стримом на скачивание есть. Ой, какая грязь. Что это случилось такое? Ой, какая-то грязь случилась. Выскочила у него какая-то хрень. Я так понимаю, захват сбился. Да, сбился захват. Блин. Трансляция. Ладно, я переподключусь к нему, как он доходит. Пойду посмотрю, как он доходит, после этого переподключусь. О, выCal? Успений! Ну, я стараюсь. Я стараюсь. Конец. Успений! Успений! Да, КП. Успений! снова здравствуйте с вами ртр особо не выходил на обед короче особо не смотрел что там происходит fire to sky с макиявелли отрестартились вот только вроде как у кэлла 121 у соответственно амстера с лизардом тоже 121 что у продувает вас компом нет я я понимаю что ты прекрасно сидел я же не могу просто так позволить адмиралу в одного-то катать мне это пока не 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 да 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 стал и стал и но в темную зубчик с перловкой как-то да я рассольник сегодня мне понравился сейчас я не вижу весь вопрос уточню ну это пусть наверно перевернуть пугаешь а меня да тут у нас внезапно казалось провел три эсэмки за этот тур 3 эсэмки карл как сказали астрологи объявили день эсэмки количество наркоманов убавилось так вроде бы всем порядке вот так и было ребят я отойду посмотреть может быть вернулись каким новостями если что-то увижу обещать ничего не буду продувается ты остался хотел ты получил спасибо какой черный экран алло чирк 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 я сказал вы лол чирк 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 что-то не хочешь вот так бы сразу я Вот так. Ладно, все. Вроде бы вернул. А, два стрима сразу гуф. Блин. Вот ты пришел сюда и стрима оба гуф не весь. Ну, я... Хелло, слаки пошли на обед. А, ну, видимо, тимбьюру все хрушатся, поэтому стримы и гуф не весь. Поэтому стримы и гуф не весь. Потому что тимбьюру все хрушатся. А, два стрима. А, два стрима. Тимбьюру все хрушатся. Нет, пока не все. Тимбьюру все хрушатся. Все. Тимбьюру все хрушатся. Ведь это не все. А, два стрима. Ну, вот так. Продолжение следует... 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 Амилу... Продолжение следует... 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 Ну... Ну, Айви может... Айви может... Но... Вчера было очень забавно... Смотреть... Когда... Хелл с Коброй... Реально... Оба... Съели... Ну, Кобры, конечно... В этим плане... Там, долго... давай... Продолжение следует... Но... Хелл... Хелл тоже... выстрадил практически весь таймер, у них что-то было, короче, постоянно там в районе 6 минут обоев. Многие были удивлены, по крайней мере, Hell'ом-то точно. Ну, все-таки развал свой таймер. Развалились маги, ну, если бы не палатка, было бы больно на самом деле. Да, без потерь развалился. Здесь, ну, меч. Туник к соточке дров. Дороговато будет. Баланс по воскресенье. Ну да, конечно, баланс. Жирненький XL-баланс. Жирненький XL-баланс. Жирненький XL-баланс. Нет, толстой и жирненький XL-баланс. Жирненький XL-баланс. сдавала даст он я был бы не против не я был бы не против вообще никогда больше баланс не играть слишком дорого он хочет купить за 100 дерева бронику плюс 400 чтобы гол пробивалась полегче но блин это все равно стремно слишком много ресурсов отдается дал почти все скидывали щас скинь ссылочку тут полная информация по туре по турниру кстати ребят там что-то кто-то там про фотки спрашивал я вот сейчас встретил к сожалению не успел точнее не запомнил вчера человек приехал как его зовут не помню создатель киров 3 он говорит что там в районе 60 фоток писал что мало фоток как бы уже там 60 вроде бы процессе это будут еще обновляться надо ртуть сдавать чтобы купить докупить она хотя вот тут у октавита золото еще есть не подобрал кучу не только на дьявола хватит еще на что-нибудь я вам докупили в принципе с маслом из ломается клопик я понимаю что тебе нравится ее ноутбук розовый я знаю что это твой любимый цвет понятно да клопик изи попал на ноутбук нет рынка не было на карте на инферной земле рынок внешне появиться не может я передам ваше предложение поэтому он дома менялся ну что вот в итоге у него там восемь дьяволов ну это по сути единственный такой ударный стек восемь дьяволов и боги что там его вход был опять не дряк будет ругаться создавать а ну ладно опять летел бог сколько гок 33 зачем гигантов бить ну потому что гиганты бьются проще чем граждан и фриты бить за выход в центр надо однозначно потому что иначе это будет нарушение правил но человек гигантов слишком много еще и титаны боль плохо что милу не прочекал очень плохо даже масса сразу не сделал почему сразу не сделал масло ангелы выносят только одного гиганта вот конечно хорош но гусяблер просто дает жизнь а милуи не милуи чек от титанов будет будет да 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 это никакой нет по идее дьяволы затащат дьяволы этот бой затащат конечно потери могут быть приличные потому что 8 дьяволов убивают всего одного титана это просто по грязи ой вот эта мораль вот эта мораль к очень красивый было красивейшая мораль к дьяволов она поможет очень легче стащить хитн ран хитн ран запрещен на героев мобов хитн ранец никто не запрещал на героев вражеских уменьшать за счет без это не запрещено просто милу милы 0 денег и там вроде бы героев поблизости не было поэтому он надеялся что гс не будет и решил так развалить сейчас принципе титаны врежутся в титана сейчас врежутся в единичку им по всех остальных гигантов он не так понимаю отведет в центр как-нибудь ты взошла передала привет мы здесь сидим он с родуай там ребята может быть твой голос бы услышали немножко так это может поморайло бы тирс в оффлайне и онлайне совершенно различные правила это что запрещено в одном месте не должно быть запрещено в другом на мой взгляд самый няшный взгляд конечно ломил из практического из геройщиков самый няшный взгляд самый няшный взгляд на мне кажется милу моё личное мнение бирал задумался сейчас сейчас весь таймер съест так и что флорок на них тема ну это тоже папашка из чатика ртр вы должны помнить я ухала это иногда на стримах сижу в отличие но и что-то гиганты начинают закрывать по ходу и ногами по идее часу бегут с чертями палатки правда придет конец но палатка это не самое страшное в нашей жизни ангелы сейчас добьют единичку гигантов и пести 80 они не будут надо волшебки мне кажется если кинуть антаро и дьяволы могут действительно лопик задавая предельно полноценные вопросы я тоже не понял не понял ай-яй-яй-яй какая ёмана моралька убила всех гогов рип гоги ёмана моралька сейчас посмотрю амилуша бьет гаошу я в курсе это амилу настоящая милу чего не похож что гигант это ёмана моральку сделали и гоги минус ну да ну это вы там сами разбирайтесь я могу если она попросит дать инстабан кому-нибудь лопик может быть это будешь ты мизер отошел я просто гигант благословил моральку сирта гоги если он подойдет я спрошу он отошел а кто а кто лопик ты самый грубо говоря самый полноценный зритель зритель то есть я захожу сюда я знаю что хлопик в чате будет это там 12 ночи 7 утра здесь я думали я думаю вы слышали этот огонь там картонки огонь пойду посмотрю что добавит нет там наоборот кому-то сейчас очень хорошо и кто-то занес очень много капусты вот в таких условиях приходится играть участникам снг там далеко горит дурдак как вечный знак ну все остаются остатки гигантов просто разваливаются красавчик развалил просто шоколад и кардос гигантов даже несмотря на гс отдал там конечно много маны но я думаю сойдет потная группа за счет которого ушло много таймера а ее я вот тут плохо очень наверх пойдешь кого еще одно найдешь вниз пойдешь до замка до бредешь но там снега наверно надо отжирать сторону снегов там пандорка какая-то с ульем запят лордами блин это не круто а тут наги тут наги это более интересно а а и и и и и и еще одно можно сказать мини гао наги за тюрьму и что там еще вот вопрос почему он купил накидку за 100 дерева не цеха плюс 4 за 80 чисто для рандов слов да конечно чисто для рандов слов потому что мана не так много и эти четыре раунда они очень вывезли битву на голову о ватлена лазаап здорово Скоро я не закрашу пилы гулять друг другу начну. Не. Продолжение следует. Я так болел, вот и слился. Ну, я тоже за себя болел. Ну, я не виноват. Ну, бывает. Первый тур против одного из самых удачливых игроков последнего времени, товарища Луцкий. Это, конечно, немножечко непруха. А, там, бесполезная голова региона. Блин, но Амилу красиво играет на его стримы, даже в турнире такого я ни разу не видел. Амилу собран, он очень серьезен, собран, готов тащить. Я думаю, он должен заносить эту партию. Хороший такой маг 20 уровня с логистикой, воздухом, еще кучей всего, который сейчас может переучить заклинашки у мифалки и пойти дальше все разваливать. Если, если у кого на видео, где Милу под градусом берет Милу взятник, где-то на Ютубе, наверное, есть. Ой, блин, кони. А, нету маны-то, кончилось уже. Ой-ой-ой. Шаблон как выбирают на СНГ? На этом СНГ каждый игрок голосовал по 7 шаблонов. По 7 шаблонов и уже просто большинством. Выпала, конечно, упор, то есть 5 XL шаблонов, SMK, плюс Jebus. А раньше было просто, что организаторы заявляли определенный пул шаблонов, который, ну, был более популярен на данный момент. Скал, искал, не нашел. Ну, не знаю. СМУКОС, ты вернулся? Почему порт и XL шаблоны сам показать не пускал? Нет, я не согласен с этим. Ну, 5 XL шаблонов из 7 это слишком бред. Учитывая, особенно, что играются 8 XL 8 и XL 12 и Spider. Ну, блин, нет, я не считаю. 2, максимум 3 XL шаблона на турнир. Ну, 3 XL шаблона, да. Было бы нормально. Но, опять, это перебор. А вот кто-то спрашивал в Прайве. Короче, ну, Эви потеет. Ну, там пока пока особо ничего нет. В общем-то, сейчас начались у Амилу проблемы. Что делать? Маны 0. Колодцев поблизости нету. Есть только бешеный маг. Ну, а это все. А, ну, я так понимаю, он будет обходить этих коней на следующий ход. И пробиваться через Эфритов и идти дальше к городу. И надеяться, что там не будет блока. Переголосуйте, в чем проблема. Николобик, ты добрый. Это просто байкман гениален. Переголосуйте. Приголосуйте и переграйте еще два с половиной тура. Хэл пошел обедать с Ваке. Сыль на результаты сейчас в Азапе скину. У них, по-моему, 1-2-5 в этом духе. Бить Эфритов и не бить. Ну, потому что Эфритов заметно меньше. Эфритов пока нету. Они вернутся. Я пойду посмотрю, как бы, что-нибудь, какую-нибудь информацию принесу. Я сейчас не буду, их нету за столами. Трогайте компьютер, я не буду. А до этого я не в курсе, что там. А вы что, не транслируете, что ли? А, у тебя финалочка. Да он уже сглался, мы уже с тела попали. А, ну красавчик. Мизра затащил. А я прям стою в портальчике, короче. Он выбегает и мимо такой. Ну, я внутри портальчиком там стоял. Он выбежал с другой стороны. Там обзорка у меня все показывает. Нырик, нырик, нырик. Ну и киля такая, иди сюда, родной. Мне кажется, кто-то... Кто-то как-то, блин... Кто-то хочет втащить. Слишком грязно, меня вчера в покер переезжали. Согласись. Слишком грязно. Вот, вот, все четыре алына, и все просто... Даже пять алынов там было. Я не помню, раз я урифайл. Все в хлам. Ну, поздравь человека. Ави что ли делал? Да? Один, два, семьи. Ну, ави там вообще ничего не играли. А что играли? Я шесть вон. А через... Через... Через трыжу... Хотел к нему прийти, ну, короче... Как ты мог прийти через супер трыжу вообще? Не надо грязи. У меня гунарыки робокаченные. Не, я понимаю. Как-то можно прийти через супер трыжу, да, вот, в метрах... Ну, как-то вот... Я хотел в нее зайти... Хотел в нее зайти и... А тут... А тут... А он испытал, оказался, но я перешел. Сама, видимо, там... Я к нему подошел буквально перед того... Так, как ты влетел... Я говорю, ну, засвети, Машну. Он говорит, там нет ничего. Ты через старый берегенск, что ли, он взял? Который без оправдив? Не, нет. Он... Я, короче, как... Я шел через... Ты через что шел? Через центр. А, через через центр шел. Я хлопнул двух компов еще до второй недели, как раз серого и голубенького. Понял, что мне туда не надо, да. Мне туда не надо. Развернулся. Выскочил в угловую, которая не моя. Внизу на два улика хапнул, по-быстрому там близко было. Через портальчик обзорку засветил, фиолетовую комповую. Думаю, ага, это где-то рядом. Все порталы вижу через эту обзорку там. Ну, и в портальчике заночевал. И тут он такой, через одного портала выходит и куда-то там шмонтовал. Это к нему всего и не... Ну, то есть неплохо сыгранно. У него почти ничего не было. У него 4-4 утки. Ну, там вообще слезы. У меня три ангела в маяте. А где ты классы взял? А, ты за это сами что ли играл? Я за них играл. А? Сконт. У меня Кирюха с землей. Вы что, ребята? Это грязь. Я на 1-2-2 взял к концу тройку сразу. Шизик. При этом с землей она там очень вначале у тебя произошла. Да, она быстро... У меня, я говорю, Мартуша с землей, у меня крылья. Ты сейчас по Венерам что ли идешь? Да. Да, я говорю, он... Он что-то рвет просто. Израиль, мне кажется, у тебя какие-то громадные шансы. Минимум на финал конца. Финал против Луцки. Бангуют. Я вот тоже, кстати, ставлю на Луцки. Потому что мне нравится его стиль игры. Ты посмотрел? Так, с ними я играл. Они что играют? Какой его, Шахтан? Да, он хороший. XL какой-то не играет. Точно не знаю. Они ММ6. ММ6? ММ6, да. Просто я позавчера разговаривал с Луцки, он говорит, если мы играем что-то большое, я, у меня как бы, по статистике, я на больших картах хелл рву. Посмотрим. То есть на джебусе он говорит, джебус, блин, джебус там все просто. Кто темпанул, а с хелл там будет как чудо. Хелл там, хелл там будет как чудо. Темп, это вообще просто. На джебусе полдня иногда решаем, блин, чуть-чуть раньше. На джебусе Антон, конечно, не троит, бля. Даже успев слиться, он успевает. Он успевает, бля, да. Ну, посмотрим, что-то интересный парт. Но сейчас он, на самом деле, тоже очень интересный. Играл, в том плане, что он как бы полез. Встремный был, на самом деле, полезный. Алтатый на мне, шесть пиц, дверь. Шесть пиц, это уже все равно. А, у него ударный образователь. Шесть пиц, нормально. В плане морали не было. Нет, если бы пять было, то там были три морали, и две морали были. И позже морали не увидел. Медведь там, затемпфировал нормально. Медведь немножко, так сказать, упугался. Но больше морали не было. Поэтому, нормально. Третья, чё там? Тачку медведя выдернули. Антон, Антон просто... Дум, скажите, обереги, ну какая, да? Нет, Антон сидел, короче, в мебельном рябнике. В мебельном рябнике. Стоял на двадцатке. И думал брать, брать, не брать, чтобы поставить Добой Медведя. То есть, если он брал, он ставил Добой Медведя. Если не брал, он ставил Добой Медведя. Красавчик. Красавчик. А, блин, не будешь рисковать на самом деле. СНГ большими, тур в Маленте 3. Пойдём. Ну, чё, ну, конечно, Антон подходит. Молодец. И он втащил гномник, да? Да, он втащил, отдал 2-3, у нас там 4 волка. И... А гномью можно? 12 волков, единички волков, 6 птиц, которые... И... Молнии не пробки, какие-то, когда надо. А потом уже, как бы... И он на первой ватке у Добой Медведя. Ну, надо бы... И вообще, получается... Нет, короче, он сейчас вышел на 8 М6а, вышел на перекрёсток Лайки, контролирует перекрёсток Лайки. То есть, все выходы в центру контролируются. Опа! Он вышел туда, как бы увидел Лайки, развернулся. Лайки тоже его увидел, и тоже взвернул. То есть, как бы там... Ну, понятно. И тут Лайки фактически остался в угловой торжее и с родным компом. Родный комп там где-то здоровье, потому что он нельзя до сих пор спать. А там Добла родная. То есть, Добла, тут Добла родная, Добла и тут Добла родная. И, короче... И, короче... Значит, у него... Лайки остался в угловом торжее. Если он туда вынесет, просто, может, из ставы какую-нибудь, да? Что-то... 50-50 ул, как ты контролируешь, тогда ты делаешь. Если не вынесет, ну, тогда... Ну, там... То есть, ему там надо просто... Я понял. Ну, углов торжее сейчас найти надо просто нац. Хэл, короче, просто... Что он там с Дессом... Грубо говоря... Ты видел как это? А ты не видел уже, да? Он, короче, смотрит, Кумб убивает... Кумб пробегает просто в бешеное расстояние, Бывает, например, героев, блядь. И ты думаешь, ага, блин. А Кумб с этого... С Барбариспа. Ага, значит... Там сапоги. Это, оказывается, не только сапоги, а еще и перчатки. Лоу. И достающий кусок на колонии. Жесть какая. У него колоний с Мана сейчас соберется, если он пробьет. Пробьет в последний ад. Там, в принципе, надо цепь ставить, выбирать. Короче, шансы у Тохи побольше сейчас. Да, да, да. Он просто, ну, стратегически... Просто надо, чтобы ланчик, так сказать, на своих 4-х птицах не в угловой тужине достал уже. Если он достанет джин, ну, как бы, ну, проблемы. Слушай, а стройка гилды непонятно, когда произойдет? Пока ничего не захвачено. Ресурсы частично слиты. Погранично, но, грубо говоря, у Тохи преимущество. Погранично, но у Тохи преимущество в карте. Потому что он контролирует огромный кубок карты. И... Ну, там какие-то концы, в принципе, есть. Но они более-менее будут. Когда, грубо говоря, ты не можешь выйти куда-то, это уже от того. Может выйти, может выйти, но... Четыре птицы от 4-х медведей получат 3-х медведей. Ну, да. Это не вариант, конечно же. Но там никакие маги не способны. Потому что коста есть? Коста есть. Здесь коста, щит, конечно, посуды еще не будет. Ладно, у вас коста. Нет, там земля произошла, надо есть защита, мембры. И вот. А... Здесь что-то такое происходит? Пока что. Ну, как бы все не спешит. Он экспертный, а с ним не успешит. Хорошо. Так, трансляция от Дёрти не будет, потому что не получается на одном ноутбуке сделать трансляцию, и вот. Ребят... Хотя я могу попробовать на другом ноутбуке сделать трансляцию от Дёрти. Там трансляция от Израиля уже закончилась, и от Дёрти можно попытаться. Где я спросил? Там сейчас ход... А, сейчас ход Дёрти. То есть тогда, в принципе, я сейчас, наверное, на ходу Амилу попробую на другом стриме уже... Кстати, я бы на... Дёрти Плэр прошел. Не надо, я просто не хочу смотреть Амстера. Я в Бали подхожу к Лизарду, общаюсь с ним. Не вопрос. Не вопрос. Не вопрос. Не вопрос. Не хочу знать, как ему Амстера. Хорошо. Не, просто как бы, ну... Показывать... Амилу с Дёрти. Ребят, что... Ну, это интрига теряется. Видно, что и там, и там, как бы. Рассказывал, что у Клайта с Лаки и Нум. Да, Нум подошел, рассказал. Вопрос, кто с кем будет играть в четвертом туре. Если в винарах останется три человека, только тогда будет играть два винара, и один винар будет играть против лузера. Но, если, опять же, к примеру, это будет Лизард, то тогда Лизард будет однозначно играть не с лузером, а с кем-то из винаров. Ну, то есть, там пока сложно сказать, кто как будет играть. Безет, по-моему, имеет луз, он никак не может на Мизру выйти. Безет никак не может на Мизру выйти, да, потому что Безет имеет луз. Теоретически имеет, если Безет выиграет сейчас карту, свою катку, и тогда и Мизра будет играть с лузером. А, ну да. Только вот такой вариант. Да, да, только такой вариант. Ну, а там еще не факт, что на него выйдет Безет. На него может, допустим, если Амилу выиграет у Дёртин, его и Амилу может вылететь, короче. Каким-то, главный фаворит турнира, я думал Лаки-Ф и... Не факт, что Теорет Лузер может и второе занять место. Я думал Лаки-Ф, но сейчас у него, я так понимаю, не очень хорошо все с Хэллайтом. Ну, естественно... Ну, так как его... Ну, объяснил, что его Хэллайт контролирует, то, грубо говоря, у Лаки очень большие проблемы. То есть он должен в Трэжаке, грубо говоря, что-то найти и... Блин, Дёртин, а тут нету Дёртин. Да нет, просто. У нас обжолочек. У нас трингу, ладно. А, ну Дёртин ходит. Здесь, в общем, сейчас... Пока немножко, совсем чуть-чуть повисит чёрный экран, к кому мы можем подключиться. То есть... О, давайте ещё... Тогда... Спроси сначала. Я не знаю, куда мы можем подключить без спроса. Да. Диви. Роги? Да. Чум без спроса. Потому что он как сайт-панк. Да? А-а-а... Мне надо хоть... Света угадал. Да нет, а у меня пароль. У меня пароль, у меня пароль. Ну да, то есть... Сейчас я тогда узнаю либо у Тоги, либо у Дёрти Плеера. Включим стрим-юзефир, что-то будем показывать. Надеемся. Хлайт, как говорит, для меня не рассматривается. Хлайт, как говорит. Я надеюсь, что Хлайт не выиграет этот... СНГ. Не потому, что Хлайт не выиграет этот... Не потому, что Хлайт не выиграет этот... А просто потому, что... Я поставил против него. Ничего личного, только бизнес. Что, какие у вас вопросы? Ребята, вы задавайте вопросы очень конкретно. Потому, что мы сидим немножко как бы тут... Хотите хорошие ответы, вы задавайте очень конкретные вопросы, расписывайте все. То детали, что вас интересует. Потому, что мы что-то говорим, кто-то приходит, мы не знаем, кто что слышал. Следить за этим. Мы не стримеры профессиональные, мы не комментаторы какие-то. То есть, ну... Ребят, как бы... Фигня такая, мы сидим просто, ну... Самая зрелищная финалка... Ну... Не знаю, не знаю. На самом деле, по поводу самой зрелищной финалки... Для меня было очень забавно вчера смотреть, как Хелл... Врезался в Кобру. То есть... Просто было красиво сыграно Хеллом. У Хелла не было контроля. У Кобры был определенный на дополнительном герое его. И... Хелл перестраивал ДМ и не знал, как найти Кобру. У него Мошна была примерно в два раза больше. Но... Что сделал Хелл? Хелл... Как бы, в принципе, изи, но... Рассказываю. Соответственно, он увидел... Он увидел Кобру. Вот. Я просто продолжу рассказывать. Дари, сейчас. А то я забуду еще. Сейчас будет включение. и... Продолжение следует...